Приветствую вас, возлюбленные гости, братья и сестры. Хочу вам поделиться одной такой еврейской мудрой притчей, которая смысл, что не торопись, а мудро подойти к вопросу надо. Одна семья, очень малоимущая, еврейская, которая постоянно нуждалась, как-то пришел муж к жене и говорит, не хватает нам денег, нет, пойду я в город потружусь и тебе передам денег. Так и сделал. Шло время, он заработал определенное количество монет, но передать неким было. И вот очередной раз он приходит на рынок и видит переезжего такого торговца, который из одного города приезжает другой. И он узнал, что он едет в тот город, где его семья. И он просит его, передай, пожалуйста, деньги, монеты моей семье, которые ждет с нетерпением этой копеечки. А что он говорит? После письменного договора. Он говорит, а в чем? Что ты хочешь прописать в этом договоре? Он говорит, у меня одно условие. В этом договоре мы пропишем так, что я дам столько денег, своих, которые ты мне дашь, сколько сам хочу. Делать нечего, других возможностей передать нету. Он соглашается. Этот торговец оказался очень хитрым. Он приехал к супруге, дает это письмо, чтобы как бы не то, что он вор какой-то, а вот эта договоренность такая есть. И из этих ста монет отдает всего и несколько. Он говорит, это же очень мало, мы же не выживем. На что он говорит, твой муж сам согласился на такие условия. Она его просит, ну ты же, говорит, еврей, давай пойдем к Равину, пусть нас рассудит. Этот самодовольный, самоуверенный, молодой еврей, говорит, пойдем разберемся. Они приходят к Равину, и Равин читает это письмо, помолчал, может быть даже кратенько про себя помолился и говорит. В письме правильно написано, что ты дашь ровно столько монет, сколько сам хочешь. Правильно. А сколько ты хочешь? Он говорит, я хочу 99 и 100. Говорит, ну все правильно. Раз ты столько хочешь, значит столько отдай, согласно договору, который написан в этой бумаге. И он отдал 99, пошел столько и хотел. Поэтому иногда нужно все-таки не торопиться, подумать, убрать в сторону чуть-чуть эмоции, взвесить все, а дальше как Господь управит. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова